Здравствуйте, добро пожаловать на канал Сейф и Лайф. Страшное и одновременно удивительное происшествие случилось на днях в порт Элизабет и ее другом Таксой. Все началось, что она решила сменить привычный маршрут, будто предчувствую, что кому-то нужна ее помощь Шармен Киви, пенсионерка 63 лет, ранним утром, вышла погулять со своим псом Джорджем. Но почему-то, и это первое чудо в этой истории, Шармен свернула совсем не туда, где обычно выгуливала своего любимца. Они шли незнакомой дорогой, когда вдруг Джордж покинул свою хозяйку и побежал в сторону бетонной плиты, которая скрывала под собой яму со сточной трубой. Решив, что пес учуял кошку, женщина позвала Джорджа, но тот не отреагировал. Шармен ничего не оставалось, как направиться в ту сторону. В этот момент женщине послышался очень тихий детский плач. Став на четвереньки и приложив ухо к плите, она отчетливо услышала, как бедная Крохов схлипывает внизу, осознав, что самостоятельно тяжелую преграду и не сдвинуть, женщина бросилась на дорогу останавливать проезжающие машины. Наверное, многие водители решили, что я сумасшедшая, кидаюсь под колеса, говорит Шармен. Наконец остановилась одна машина, за рулем сидел Корнивилл Джен. Он был тоже не молод, 60 лет, но вдвоем с Шармен, они смогли отодвинуть бетонную плиту с помощью железного лома, который нашелся в багажнике авто. По истине, это было геройское утро, сделанное пожилыми людьми. Сотни красных муравьев ползали вокруг, но ни один не тронул ребенка. Заглянув в яму, Киви едва не упала в обморок от ужаса там, под землей, на почти двухметровой глубине лежал абсолютно голый младенец. Тогда Корни быстро спустился в яму. Она была столь узкой, что я не мог нагнуться, рассказывает мужчина. Я был вынужден опуститься на колени, чтобы дотянуться до ребенка. Как только я сделал это, то почувствовал, как по мне ползут муравьи. Это было страшно. Младенец лежал среди целой колонии красных муравьев, которые, как известно, кусают очень больно, чтобы задокументировать наличие преступления против жизни малыша. Корни сделал несколько фото и передал мобильный Шармен. Я не знал, была ли девочка ранена, поэтому действовал очень осторожно и очень медленно, продолжает он. Она была такой маленькой. Я достал ее и попросил Шармен вызвать скорую помощь. Не знаю, кто мог сотворить такое, но я очень рад, что помог спасти эту крошечную жизнь. Приехавшие врачи забрали девочку в реанимацию. Укусов на ее тельце не было ни одного. Она жива и скоро будет здорова. В больнице найденку обследовали. Обнаружили гипотермию, переохлаждение и респираторные проблемы. Пуповина малышки все еще не была перерезана. Это значит, что девочка родилась не в роддоме. В остальном же врачи дают очень благоприятные прогнозы. По-видимому, кроха пролежала в ливневке всего несколько часов и была найдена как раз вовремя, чтобы не погибнуть. Полиция уже взялась расследовать это дело. Власти призывают нерадивую мать раскаяться, а также просят свидетелей преступления дать свои показания. Допускают, что преступница могла прибыть из другого города. Кроме того, абсолютно ясно, что едва родившая женщина не смогла бы самостоятельно поднять бетонную плиту и положить в яму ребенка. Ей определенно кто-то помогал, а может быть заставлял. В этом деле пока много неизвестного и странного, но главное, что кроха жива. Я искренне рада, что Господь направил меня в то утро, улыбается Шармен. Я обычно не бываю в том районе, что за странность случилась тогда со мной Джорджем понятия не имею. Это чудо, иначе не назовешь, когда я прижала к себе маленькое тельце, обернув его в кофту, то поняла, что у провидения есть свой план относительно этого ребенка. Я не могу представить, что мать могла равнодушно выбросить дочку, наверное, ей было в тот момент очень трудно, согласен с ней и корни, отец троих детей. Зато наша малышка сильный боец, считает он. Хоть замерзла и заразилась вирусной инфекцией, но выздоравливает очень быстро. Сейчас девочка находится в госпитале. Ей дали красивое весеннее имя Грейс Эприл, от месяца апреля, когда она была найдена. Весит Грейс целых три килограмма. Надеемся, что ее мать одумается и явится с повиной. Тогда, может быть, в будущем у нее будет шанс принять участие в воспитании своей дочери. А если нет, то пусть высшие силы пошлют на страдавшейся малютке самую хорошую семью. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного, а также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете по поводу этой истории.